Я приветствую вас на моём канале. Отправляясь в церковь, далеко не все знают, как там нужно себя вести. Существует главное правило поведения во храме Божьем. Как нужно себя вести, посещая церковь, и как подобает себя вести момент богослужения. Рекомендуется учитывать все церковные правила, чтобы избежать неприятностей. Многие ошибочно полагают, что в церковь можно прийти без подготовки. Священнослужители же сообщают, что очень важно уделить время подготовке, как внешней, так и внутренней. И вот какие рекомендации они дают. В первую очередь речь идёт об утреннем визите в храм. Поутру, собираясь в церковь, необходимо умыться, зажечь церковную свечу и прочесть благодарственную молитву Господу и всем святым за возможность жить в мире и покое. В церковь воспрещается ходить, как вздумается. Женщинам нельзя приходить в брюках, мини-юбках, в откровенных кофтах с оголенными плечами или глубоким декольте. Запрещается яркий макияж. Голова обязательно покрывается платочком или шарфиком. Мужчинам запрещается приходить в спортивных костюмах. Одежда должна быть скромной и опрятной, а цвета сдержанными. Головной убор снимается при входе. Не стоит приходить в храм в грязной, изношенной и дурно пахнущей одежде. Внешний образ также должен выказывать уважение Господу и всем собравшимся. Многие даже не знают о том, что, согласно правилам, в церковь нельзя приходить сытым. Отступление отправил доступно лишь беременным женщинам, немощным и людям преклонного возраста. Входить в церковь очень важно с поклоном, сперва осенив себя крестным знамением. Прихожане кланяются трижды с короткой молитвой. Молитва такова. «Господи, будь милосерден ко мне, грешнику!» Произнося молитву, смотрите на лик Христа. Выходить из церкви также следует с поклоном. Во время божественной службы запрещается вести себя так, будто пришли на концерт. Нельзя шуметь, смотреть по сторонам и рассматривать прихожан и священников. В момент песнопения очень важно стоять молча, с опущенной головой и плечами. Богослужение — это дань Господу, и его необходимо выстоять целиком. Немощным и пожилым людям, которым тяжело выстоять службу, во время литургии позволительно сидеть. Важно сказать, что по большей части в церковь приходят не только для того, чтобы поставить свечку и вознести молитвы, но и чтобы отдать дань уважения, отстояв службу. К сожалению, многие прихожане боятся совершить такой важный шаг из-за того, что просто не знают, как правильно вести себя в храме, когда там проходит служба. Я предлагаю вам узнать о главных правилах. Когда батюшка осуществляет хождение по церкви, не мешайте ему, молча отойдите в сторону. Иногда необходимо склонить голову. Обычно это делается, когда открываются или закрываются царские врата. Во время чтения священных текстов запрещается ходить по церкви, целовать иконы, ставить свечи, разглядывать людей, говорить по-мобильному и отвлекать прихожан. Если вы пришли в церковь с детками, за ними следует следить, чтобы они не шумели и не мешали окружающим. В случае, если не удается усмирить дитя, с ним нужно выйти из храма, чтобы не мешать остальным. Уходить из храма во время богослужения разрешается только ослабленным и немощным людям, и то лишь по очень важным причинам. Находясь на службе, нужно внимать молитвам, а именно внимательно слушать их, участвуя в этом с умом и душой. Преклоняясь к мощам, не следует прикасаться губами к ликам Богородицы и святых, мощи которых открыты. Поцеловать можно лишь чело. Мобильный телефон выключается при вхождении в храм. Помните, для истинного христианина нет ничего значимее единства с Всевышним. Мирские дела обождут до конца службы. Не вступайте в алтарь, туда дозволено входить лишь духовенству. Во время песнопения необходимо стоять лицом к алтарю. Не ругайтесь в церкви. Церковь – это не место для ругания, это место для очищения души и молитв. Если вас злит или отвлекает чье-то присутствие в храме, не стоит обращать на это внимание. В каждой церкви есть люди, которым указано поддерживать порядок. В церковные записки не следует вписывать имена безбожников, некрещенных или самоубийц. Перечисляйте только имена крещенных в христианство. Не путайте покаяние в грехах с беседой. Придя на исповедь, очень важно покаяться в саденном, а не рассказывать о всех своих бедах и невзгодах. Если вам нужен совет церковнослужителя, назначьте с ним встречу в свободное время. К сожалению, даже в таком святом месте, как церковь, можно столкнуться с энергетически негативным человеком. Поэтому перед входом в храм можно дать милостыню нищим, но при этом приговаривая, да не оскудеет рука дающего. На выходе из храма этого лучше не делать, потому что вместе с деньгами вы отдаете то, о чем приходил и просил у Господа и святых. В народе считается, что с одной стороны подаяние – это плюсик в карму. А с другой стороны, есть такое народное поверье, что неправильно поданная милостыня может навредить дающему. Существует мнение, что подавая нищему, мы как бы покупаем у него бедность и болезни. Считается, что самый главный момент совершения подаяния – это светлое и искреннее намерение. В этом случае любое действие будет правильным. Милостыню нужно подавать правой рукой, потому что правая рука делает правое дело. Есть поверье, что подаяние – это не только способ восполнить долги перед Вселенной, но и возможность освободить место для чего-то нового. В любом случае решение подать милостыню – это личное дело каждого. Человек имеет право самостоятельно распоряжаться своими деньгами, о каких бы суммах речь ни шла. Но нельзя осуждать человека за отказ от подаяния. Подавая милостыню, стоит душе помолиться за просящего, подумать о нем что-то хорошее. Не нужно думать о том, хорошо или плохо вы поступаете, не делать различий между мужчинами и женщинами, стариками и молодыми людьми, не обращать внимания на национальность. Среди священнослужителей бытует мнение, что не стоит подавать деньги пьющим людям. Правильнее давать им еду. Ведь давая им деньги, мы как бы поощряем их скульский путь. В народе считается, что нельзя подавать милостыню в свой день рождения, на крестины и по средам. Среда – это день Меркурия, Меркурий – бог торговли. Подавать милостыню в эти дни к неудачам в делах. Считается, что нельзя подавать милостыню вблизи хлебных и молочных магазинов. Также нельзя подавать сдачу с этих продуктов. Считается, что таким образом можно перенять участь просящего. Подавать милостыню следует, не касаясь руки просящего, мелкими и средними монетами. Нельзя подавать монеты чётного достоинства. Нельзя касаться просящего. Нельзя смотреть просящему в глаза. Ни в коем случае не нужно ждать, что подаяние вам где-то зачтётся. Даже если вы не похвастаетесь вслух своим поступкам, даже мысль об этом – проявление гордыни. Подавать нужно от чистого сердца. Только в этом случае поступок действительно зачтётся и будет иметь благую силу для дающего. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия. Не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok